Начало лета – традиционная пора итоговых экзаменов в защиту дипломов. Перед выпускниками вузов и колледжей встает непростой вопрос – искать работу или продолжать обучение. Перспектив у начинающих специалистов немало. Владимир совсем скоро получит диплом бакалавра в ИГУ. Найти работу ему помог университет. Молодой человек планирует продолжать обучение в магистратуре, но уже заочно, а параллельно работать в Ярославле, в территориально генерирующей компании. Работу я нашел как раз благодаря Центру распределения трудоустройства молодых специалистов. То есть структуры как раз у нас, которые существуют на базе вуза. И в дни распределения нашел представителя отдела кадров данной компании, отправил свое резюме и после того, как прошел два собеседования, был трудоустроен туда. Иван в этом году тоже заканчивает энергоуниверситет. За время обучения в магистратуре он уже успел поработать по специальности. После защиты диплома выпускник собирается в Рязань, где ему предложили работу. Меня уже берут на работу в Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, которая входит в концерн Роснефть. Я там был на практике, буквально приехал недавно. Очень все понравилось и меня берут туда на работу, уже пришло гарантийное письмо. Выпускники ЕГУ без работы точно не останутся. Спрос на квалифицированных сотрудников в области энергетики велик. География вакансий охватывает всю Россию. В апреле у нас проходит уже окончательное распределение весенней ярмарки вакансий, где студенты уже договариваются, заключают контракты с работодателями. То есть в этом году у нас приехало на распределение больше 60 предприятий, а заявок у нас поступило уже, наверное, около тысячи. В этом году колледж легкой промышленности выпускает 105 специалистов. Чуть менее половины из них освоили швейное мастерство. Если подавляющее число выпускников ЕГУ покидают Иваново, то студенты колледжа планируют остаться в регионе. Фактически наши выпускники из региона не уезжают. Они возвращаются либо в свое муниципальное образование, откуда они приехали обучаться в наш колледж. В основном все студенты, которые прошли период производственной практики на предприятиях Ивановской области, закрепляются за этими предприятиями. Оттока кадров из области нет. Хотя в этом году в колледж поступают заявки из Новосибирска, из Подмосковья, из Ленинградской области. Помимо швей, колледж готовит конструкторов и технологов швейных изделий. Евгения планирует уехать в Тейково и работать на хлопчатобумажном комбинате. Научились шить, расписывать ткани. Я потому что художник-технолог. Как мы расписываем как готовые изделия, так и сами разрабатываем. Одни хотят уехать в крупные города, другие остаться в регионе. В области работа найдется всем, но следовать поговорке, где родился, там пригодился, совсем не обязательно. Получив фундаментальные знания и практические навыки, молодые специалисты могут работать не только в России, но и за рубежом. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.